Преокско-террасный биосферный заповедник. Питомник зубров и бизонов в Московской области. История этих сильных и красивых животных полна трагизма. Бизонов сотнями тысяч убивали ради забавы в Америке. Ареалы обитания зубров в Европе уничтожались, а на них самих шла активная охота. Буквально чудом удалось сохранить и приумножить поголовье животных, в особенности зубров. В естественной среде зубры практически не имеют хищников. В стаде царит жесткая иерархия дисциплина. Быки достигают вес до 1200 килограмм и живут до 25-30 лет. Беременность же у коров длится 9 месяцев. Рождению теленка радуется все стадо. Несмотря на внушительные размеры, зубры не агрессивные и довольно скромные животные. Конечно, если не вторгаться в их личное пространство и не приближаться к телятам. Удивительно, но настоящее стадо в заповеднике произошло всего от нескольких коров. За всю историю здесь было выращено более 500 чистокровных животных. При этом постоянный поголовье стадо на территории не более 50 особей. Реокско-террасный заповедник, кроме зубров и бизонов, может похвастаться живописными ландшафтами и богатым животным миром. На огороженной территории можно встретить пятнистых оленей и массу птиц. У въезда на территорию расположен комплекс административных зданий, чайная и музей дикой природы. Кстати, экскурсовод поведал нам, что в заповеднике можно встретить даже несколько рысей. Экскурсия по заповеднику подошла к концу. Мы покидаем это место с чувством теплоты и благодарности к тем, кто сохранил эту землю и приумножил ее богатством для нас и будущих поколений.